Я думаю, не только я, все увидели члены комиссии, увидели и репортеры, которые смогли попасть туда. Рушится дом Гоголя, причем это системно происходит. Много чего хотелось бы сказать, я под впечатлением от того, что я увидел. Непростая, я хочу сразу сказать, непростая это работа. Непростая работа, потому что все запущено. Запущено теми, кто должен был оформлять или следить за тем, чтобы оформлялись охранные договора, следить за состоянием домов, не доводить до такого состояния. Он же не за один день стал таким. Вот это равнодушие привело наши памятники архитектуры в Одессе к такому состоянию. Позиция моя и городского совета, по крайней мере большинства городского совета, в том, что и обращение, неоднократное обращение к одному премьер-министру, ныне действующему премьер-министру, в том, чтобы отдали нам все полномочия, для того, чтобы мы могли заключать охранные договора. В общем, все полномочия передали городу. Когда с нас можно будет спрашивать за плохое состояние памяти архитектуры, а когда у нас несколько структур, подразделений, управлений различного уровня отвечают за это, вот оно и происходит, что практически хозяина нет. Плюс к этому все усложняется ситуация тем, что люди, воспользовавшись своим правом, выкупив, приватизировав квартиру, организовали в данном доме, в доме Гоголя, организовали УСНД из двух человек, из двух собственников, воспользовали своим правом, но забыли, что есть права, есть обязанности. Есть право, которое дано нам по закону, есть обязанности, тоже, которые определяют закон, в том, что они должны были заключить охранные договора, соответствующие, соответствующим управлению. Этого сделать, этого не было сделано. Ну, это предмет других уже разбирательств, я думаю, и вопросов, которые мы зададим, задаем и будем задавать. Почему сегодня здесь? Хочу сказать одно, что это не привыборные какие-то выходы, проверки. Эта работа ведется системно уже очень давно. Нельзя так относиться к нашему городу, просто нельзя. Я прошу тех собственников, которые есть, я не хочу перечислять, у нас есть список всех этих зданий. К сожалению, наша переписка, взывания к областным структурам ничем не закончились, в том числе и министерства. Мы взяли это в свои руки, и мы зайдем в каждый дом, напомним каждому собственнику о его обязанности. Мы планируем это делать системно. Сегодня мы здесь, будем вас приглашать для того, чтобы показывать, до какого состояния довели наши архитектурные ослабления, культурные ослабления. Ближайшие действия наши таковы. Сегодня была создана комиссия. Сразу, незамедлительно, мы в комиссию вышли. Я попросил ректора строительной академии Анатолия Владимировича, он с нами здесь присутствует. Он является членом комиссии. Также обратились с письмом, ранее обратились с письмом, для того, чтобы нам сделали архитектурно-строительное заключение о состоянии дома. Это процедура, которую необходимо выполнить. Мы должны после работы нашей комиссии в ближайшее время принять решение. Это формально, мы все видим, что оно неживое, что оно аварийное. Но процедуру мы обязаны выполнить. И мы это же сделали по дому Руссу. Мы зашли, будет определение вывода комиссии, которые мы утвердим на ближайшем, я уверен, в неочередном заседании исполнительного комитета. Как только мы получим статус дома аварийный, дальше намечены те процедуры, которые мы обязаны выполнять. Если за это время, а я прошу тех собственников, которые владеют, или считают, что они владеют, какой-то недвижимости есть, выйти с нами на связь и провести конструктивные переговоры о дальнейшем действии. Мы готовы сегодня восстанавливать памятники архитектуры, но мы не будем восстанавливать жилой фонд и так далее, и так далее. Не будем туда тратить. Поэтому, если мы скоординируем наши действия, это получится красиво. Что потом нам не сказали. Потому что по дому Руссу совершенно другая ситуация. Если смотреть практику нашей работы, допустим, на Воронцовском, на доме Руссова, то и в том числе Воронцовская колоннада, нам прежде всего необходимо первое сделать исследование. Второе, нам необходимо будем обращаться к Анатолию Владимировичу Коврову, ректору строительной академии, за тем, чтобы нам сделали план или проект, такие работ, которые позволят нам законсервировать, стабилизировать здание и законсервировать его до того времени, пока мы будем делать проекты по восстановлению. Это нужно будет сделать в первую очередь. Но, опять же-таки, должны сказать юристы, как мы должны себя подстраховать, чтобы они сказали, что мы потратили деньги не туда или не неправильно. Поэтому и ждем, конечно, надеемся на конструктивный диалог с теми, кто называет себя собственниками. И то, что мы смогли узнать, в том числе опросом здесь жильцов, вот об этих собственниках, больше нам никакой информации не известно. Мало того, я вам скажу, что этот дом, мы сейчас проверяем все регистрации, которые возможны только. Ну, в ближайшее время мы более детальную информацию будем вам передавать. Вы понимаете, здесь вот я хотел в заключение сказать, что у нас какие-то полумеры. Мы, с одной стороны, любим свой город и хотим видеть красивые памятники, архитектуры, красивые здания. С другой стороны, я вам не могу передать словами, с какими сложностями мы сталкиваемся. Кондиционеры, попробуйте убрать чей-то кондиционер. Балконы, вот кто-то решился на балкон бить его вагонкой. Поэтому недавно совершенно, я в прессе, это прошло, но вам хочу. У нас был очень конструктивный разговор сейчас с Генуей, с нашим городом Обратимым. Где мы попросили, и они создали по нашей просьбе, группу экспертов. Они готовы нам передать всю правовую базу, как у них определено отношение к памятникам архитектуры. Что там можно делать, что нельзя делать. Кто регулирует эти взаимоотношения. Каким образом государство выстраивает свои государства и муниципалитет Генуей выстраивает свои отношения с собственниками. А там, ну, сделай шаг и памятник архитектуры. Поэтому этот опыт нам пригодится. У нас была полуторачасовая видеоконференция. Сейчас мы не можем, к сожалению, они не могут. Запланировался приезд экспертов уже давно. Пандемия остановила наши планы. Но мы вышли из ситуации, и вместе с нашей академией, строительной академией, провели видеоконференцию. Передали им уже материалы, показали наше состояние. Они нам передали уже документы для изучения, как у них регулируются эти взаимоотношения. И мы движемся. Как только позволят нам условия или санитарные наши ограничения, приехать сюда, группа экспертов готова выехать и подключиться к нашей работе. То, что мы собираемся сделать, и закрепить это решением и сессии, и исполкома, выработать правила и начать приводить в порядок. Для этого нужны средства. Для того, чтобы убрать все кондиционеры, нужно действительно пойти с пониманием к собственникам, выделить помещения чердачные, где установить все агрегаты и убрать их всех с сосадов. Но это большой труд.